Друзья, всем привет! С вами Снаваис. Добро пожаловать на канал взрыв гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшней распаковки и первого взгляда бюджетный планшет по цене примерно 12-12,5 тысяч рублей. Причем это планшет от компании Honor, Honor X8. И если планшеты Huawei на нашем российском рынке широко представлены и хорошо известны, то вот планшетов от компании Honor, ну не так скажем много, поступает официально в продажу к нам. И вот этот планшет X8 как раз таки стал бюджетным устройством, который вышел в продажу в конце 22 года, и теперь его можно купить примерно за 12,5 тысяч рублей. И как мне кажется, это довольно-таки неплохое решение за эти деньги. Под капотом здесь не самый навороченный и не самый мощный процессор от MTK MT8786. Здесь у нас 4 гига оперативки и 64 гига встроенной памяти. Аккумулятор не самый большой, 5100 мА. Ну и диагональ традиционная для недорогих планшетов 10,1 дюйма Full HD. И, естественно, 60 герц. В общем, будет очень интересно посмотреть, сможет ли планшет от Honor составить конкуренцию планшетам от Samsung, Lenovo, Huawei, ну и Xiaomi, естественно. В общем, будем распаковывать и будем смотреть. Но, а прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину Play.ru за предоставление этого устройства на обзор. Именно в интернет-магазине Play.ru по самым низким ценам вы можете приобрести планшеты, смартфоны, ноутбуки, компьютеры, а также бытовую технику. В общем, проходите по ссылочке в описании, ну а мы будем начинать. Недорогой планшет от компании Honor. Впервые, скажем так, за долгое время Honor выпустила действительно недорогое бюджетное решение по цене порядка 12 тысяч рублей. Причем характеристики за эту цену вполне себе годны и совершенно не стыдны. Да, здесь у нас традиционный экран 10,1 дюйма. Ну и довольно-таки редкий процессор MTK8786. Это планшетное решение, но по сути он аналогичен MTK G80 для телефонов, что неплохо. Имеется у нас скрепка для сим-лотка. Также здесь у нас кабель Type-C для зарядки и синхронизации. И различная макулатура, гарантийный талон и краткое руководство пользователя. Ну а здесь у нас имеется зарядный блок. Он на 10 Вт. Довольно скромный. Заряжаться планшет будет, ну, не очень-то быстро. Здесь у нас аккумулятор 5100 мА. Так что я думаю, что часа 2,5. Извлекаем планшет. И вот такой вот насыщенный глубокий синий цвет. Смотрится неплохо. По периметру у нас, я так подозреваю, что металлическая рамка. Но, по крайней мере, по ощущениям она приятно холодит руку. Ну а тыльная сторона вроде как пластиковое напыление. Возможно, это тоже алюминий. Непонятно, но по материалам корпуса здесь все очень даже неплохо. Ну и сборка, в общем-то, смотрится очень и очень достойно. Маленький глазок камеры на тыльной стороне. Он на 5 Мп. Ну а фронтальная камера здесь скромная. На 2 Мп. И находится она в рамке. Дисплей 10,1 дюйма. Не самый большой на текущий момент. Сверху мы видим отверстие микрофона. Кнопку включения клавиши регулировки громкости. С нижней стороны ничего. Ну а с двух сторон две прорези динамика. Они у нас немножко не посередине отцентрованы. Как бы чуть ближе к верхней части. Также здесь у нас находится с другой стороны Type-C. Ну и, конечно же, лоточек под SD-карту. Здесь лоточек вот такой вот. Я так подозреваю, что бывают версии еще LTE. Но у меня версия обычная Wi-Fi. Так что расширить место вы сможете за счет SD-шки. У меня версия на 64 гига. Насколько знаю, еще бывает версия на 128. Ну что ж, друзья, внешность посмотрели. Теперь я буду планшет настраивать и вернусь к вам. Я настроил планшет. И, собственно говоря, здесь все знакомо всем тем, кто ранее пользовался либо устройствами Honor, либо устройствами Huawei. Да, пусть здесь у нас оболочка называется по-другому. Здесь у нас Magic UI версии. Кстати, 6.1 на базе 12-го Андроида. Но они очень сильно перекликаются с EMUI и HarmonyOS в том же Huawei. Ну и, собственно говоря, не мудрено, несмотря на то, что компании вроде как на текущий момент времени уже разошлись, как в море кораблей. Но, тем не менее, это формально, как говорится, на бумаге. Ну а по сути, они как пользовались, скажем так, технологиями друг друга, так и продолжают пользоваться. Экран 10.1 дюйма, Full HD+, разрешение, но обычный 60 Гц. По яркости все довольно-таки неплохо. Ее вполне себе хватает в помещении, но на улице, мне кажется, будет немножко темновато. Сама оболочка здесь у нас настроена под планшет. Вот такой вот двухэкранный, скажем так, вариант. Ну и, собственно говоря, по настройкам все очень похоже и схоже с традиционными устройствами и телефонами Honor. Ну и здесь, кстати, и раскрывается, что установлен у нас Mediatek Helio G80. Хотя в технических характеристиках официальных Honor упоминает именно процессор MT8786. 4 гига оперативки и 64 гига встроенной памяти, которую, впрочем, можно расширить за счет SD-шки. Довольно неплохо все смотрится, но и опять-таки, учитывая, что здесь MTK G80, довольно шустро работает. Процессор, пусть и не самый навороченный и мощный, он вполне себе годен, и для такого прикроватного планшета его будет за глаза. Имеется возможность включить темную тему, смотрится она неплохо, и я знаю, что многие ее предпочитают, чтобы, ну, не так сильно било в глаза. Можно настроить цветовую температуру по умолчанию, теплая либо холодная. Мы оставим все как было. Есть так называемый режим электронной книги, чтобы с комфортом читать в вечернее время, когда экран становится в градациях серого. Причем имеется отдельно и защита зрения, которую можно включить, чтобы экран меньше излучал ультрафиолетовое излучение, и он становится вот таким вот немножко желтоватым. Опять-таки, на вкус и цвет вы можете читать как в режиме электронной книги, так и в режиме защиты зрения. Имеется умное разрешение, это фишечка от Huawei и Honor, когда устройство динамически меняет разрешение в зависимости от приложений. Допустим, где-то в настройках не обязательно включать Full HD, это будет HD+, но зато вы экономите заряд аккумулятора. Ну, имеется возможность здесь дополнительно отображать скорость интернета на текущий момент времени. Вот, собственно говоря, и все. Звук. Здесь у нас два динамика, расположенные с двух сторон, и так получается, что когда мы держим планшет камерой вверх, мы фактически ладонями перекрываем эти динамики. В общем, не самое-то хорошее расположение динамиков посередине. Я бы предпочел, чтобы они где-то вот либо сверху были, либо снизу, чтобы можно было руками, скажем так, удобно держать планшет и не перекрывать экран. Ну, вот здесь вот такая вот ситуация. Давайте, кстати, послушаем, как они звучат. Ну и по громкости здесь вообще никаких вопросов. Несмотря на то, что динамика всего лишь два, а не четыре, звучат они очень насыщенно и очень громко. Но, опять-таки, я говорю, посетую на их расположение. По коммуникациям полный порядок. Двух диапазонный модуль Wi-Fi присутствует. Ну и, конечно же, Bluetooth версии 5.1. Здесь все, как говорится, в порядке. Планшет. Надо сказать, что весит немало, несмотря на то, что здесь не самый большой аккумулятор 5100 мА, 460 грамм. Да, понятное дело, не 500 и не более, но все равно 450-460 грамм весят его конкуренты от того же Huawei, Lenovo и Xiaomi, в которых аккумуляторы 7, а то и 8000 мА. Вточен он 7,5 мм. Не самый толстый, но мы лишились 3,5 мм. К сожалению, здесь нету. А вот в планшете, конечно же, 3,5 мм были бы предпочтительны. Не все любят использовать Bluetooth наушники долгое время, ну и особенно с планшетом. В общем, довольно неплохое устройство, как по мне, с довольно неплохой начинкой. Но вот аккумулятор здесь маловат. Посмотрим, как он себя поведет и в основном обзоре поподробнее вам расскажу. Вообще, этот планшет, насколько я понимаю, будет конкурировать в первую очередь со своим братом, можно сказать так, Huawei MatePad. Правда, версии, скорее всего, 10.4 на базе Kirina 710. Но здесь есть неоспоримый плюс. Имеются Google сервисы, ибо это Honor, а под санкциями у нас, как известно, Huawei. Так что, если вам обязательно нужны Google сервисы, то здесь, как говорится, без вариантов. Если вы выбираете, то это будет Honor X8. Что касается камер в планшетах, как мне кажется, эта вещь такая супер второстепенная, не особо обязательно. Но, тем не менее, я всегда смотрю, всегда тестирую. Сделал несколько тестовых кадров. Фронтальный модуль здесь совсем грустный, 2 мегапикселя. Понятное дело, что никакущая детализация, хотя цвет передача неплохая. Ну и основной модуль здесь тоже не самый навороченный, 5 мегапикселей. Тем не менее, позволяет делать фотографии довольно неплохие. Так что, если вдруг что-то срочно нужно сфотографировать, а под рукой только планшет, ну, пожалуйста, вы это сможете сделать. Попробуем, конечно, потестировать чуть побольше. В основном обзоре, помимо тех характеристик, тестов, игр и так далее, я и про фото-видео расскажу. Ну, а на сим распаковку будем завершать. Надеюсь, вам понравилось. Неплохой планшет, как мне кажется, за 12 тысяч рублей. Так что, если подыскиваете себе что-то такое недорогое, присмотритесь.